В Севастопольском госуниверситете сформировали профессорско-преподавательский состав для подготовки медицинских кадров. Об этом стало известно на выездном заседании экспертного совета по науке, которое провели в стенах высшего учебного заведения. На этот раз за круглым столом собрались директор департамента здравоохранения Севастополя, главные врачи городских больниц, а также руководство Института фундаментальной медицины и здоровья сбережения СевГУ. Они обсудили процесс подготовки к приему абитуриентов, желающих поступить на целевое обучение по специальности лечебное дело. По словам директора Института фундаментальной медицины СевГУ, большую часть подготовительных работ уже выполнили. Сформировали преподавательский состав, разработали образовательные программы, а также приступили к формированию материальной базы. Начнет свою работу институт на базе учебного корпуса в Голландии. Сейчас там ведутся ремонтные работы и устанавливается необходимое оборудование. Там будут стоять микроскопы, будет интерактивная доска и возможности для занятия гистологией. Также класс для нормальной анатомии, где будут стоять микроскопы, интерактивная доска, муляжи, кости и другие наглядные материалы. И так называемый общий физиологический класс, где будут также компьютеры, столы и стулья, интерактивная доска и возможность заниматься физиологическими дисциплинами. Все это будет готово и оснащено к первому сентября. Напомним, что в этом году по поручению главы региона Михаила Развожаева Севастопольский госуниверситет получил денежный грант в форме субсидии на организацию целевого обучения 50 будущих медиков по специальности лечебное дело. Начать подготовку кадров планируют с сентября этого года. Первые два курса студенты будут обучаться в стенах университета, а уже с третьего продолжат подготовку и на базе клинических кафедр в больницах нашего города. По словам директора Департамента здравоохранения Севастополя, такая мера позволит не только восполнить дефицит кадров, но и воспитать собственных высококвалифицированных специалистов. Михаил Владимирович дал конкретное поручение, выделил грант на 50 студентов, чтобы это были жители города-героя, чтобы наши ребята обучились и у нас остались работать в этом приоритет. У нас потребность в городе Севастополе только на первичное звено, как я уже говорил, 58 где-то человек, но ведь это мы смотрим в будущее, ведь это через 6 лет будет, поэтому мы должны, как все организаторы здравоохранения и губернатор такую задачу ставит, уже планировать наперед, поэтому, конечно, вот в этом году мы 50 человек наберем, а дальше уже посмотрим. Добавим, что узнать, всю необходимую информацию о порядке поступления и формах обучения можно будет 27 мая. В этот день в учебном корпусе СевГУ на Курчатова-7 пройдет День открытых дверей.